Немного о себе. Я пентестер в компании DataRelab, занимаюсь безопасностью веб-приложений, мобильных приложений и смотрю, аудирую смарт-контракты. В 2018 году в блокчейне начали появляться так называемые контракты STO, Security Token Offering, т.е. токенизированные активы. И эти токены позволяют, в отличие от ICO, не получить доступ к каким-то услугам компании, а получить привязку к реальным активам компании, например, к акциям. И многие компании уже начали активно это внедрять. Справа можете видеть спектр компаний, которые сейчас это используют. И в первом квартале 2019 года уже было загружено 47 смарт-контрактов STO в блокчейн Ethereum. Откуда смарт-контракт STO? Для них существует сейчас стандарт ERC-1400. Откуда вообще он появился? Изначально для ICO все использовали стандарт ERC-20, который позволял всего лишь переводить токены с одного контракта на другой, грубо говоря. Далее появился стандарт ERC-777, который позволял более гибко регулировать и давать полномочия на перевод своих токенов другим людям, так называемым операторам. Также более гибкий функционал выпуска и выкупа токенов. И вместе с токенами можно было передавать какие-либо данные. Но для STO этого оказалось недостаточным, поэтому в 2017 году был создан стандарт ERC-1400, в котором уже существует менеджмент документов. Там также существует функционал, например, по решению суда изъять токены у какого-либо контракта, что в ERC-20 сделать невозможно. То есть ERC-1400 более расширенный такой стандарт. И сейчас в некоторых странах Европы это все подкреплено законодательством. И STO для того, чтобы внедрить блокчейн, нужно провести аудит безопасности обязательно. Поэтому сегодня я расскажу, как проводить аудит безопасности смарт-контрактов STO. Для начала при разработке этих смарт-контрактов их тестируют. И удобнее это делать в фреймворке Truffle, используя тестовую сеть GANASH. Обычно разработчики сами пишут тесты, но аудиторам тоже необходимо их понимать. И иногда возможно писать свои. Для того, чтобы создать Truffle проект, нужно создать просто директорию этого проекта и запустить команду Truffle.need, при которой создадутся директории contract, test и migration. Соответственно, поместить свои файлы в соответствующие директории и выполнить Truffle compile. Далее Truffle test. В примере я рассмотрю здесь самый простой контракт, который идет вместе с Truffle вместе. Для примера, в этом контракте при его создании на аккаунт пользователь зачисляется 10 тысяч токенов. Тесты на Truffle пишутся либо на JavaScript, либо на Solidity. Может быть, кто-то знаком с фреймворком Mocha, который используется для написания тестов на JavaScript. Вот он здесь как раз используется, только с небольшими изменениями. Например, вместо функции describe здесь используется функция contract, которая инициирует набор тест-кейсов. И при этом она позволяет отделить одни тесты от других так, чтобы контракты не пересекались. Это осуществляется либо с помощью механизма снапшотов, либо заново контракт заливается для каждого теста. Тесты на Solidity, в отличие от тестов на JavaScript, позволяют протестировать взаимодействие контрактов друг с другом. Но в данном примере здесь тесты делают, в принципе, одно и то же. Также на JavaScript можно использовать нотацию либо async await, либо then. Кому как удобнее. Запустили эти тесты команды TruffleTest и в итоге оба они были выполнены. Также для ERC 1400 токена от ConsenSys для него уже написаны тесты разработчиками. И после их запуска было определено, что все 198 тестов были проведены успешно. Чтобы определить, какая часть кода покрыта тестами, использует инструмент Solidity Coverage. Для того, чтобы его использовать, нужно в конфигурационном файле Truffle создать новую сеть, которая называется Coverage, ну и, в принципе, запустить. В результате, вот можем видеть, что для контракта ERC 1400 весь код был покрыт тестом, то есть 100% кода. Сейчас расскажу о инструментах, которые необходимы аудитору в течение его работы. Инструмент Suria позволяет более глубоко понять логику контракта. Она всего лишь каким-то образом обобщает, структурирует данные о функциях контракта. Составляет графы наследования, графы вызовов и, в принципе, очень удобно. Я вот советую использовать главные команды Suria Graph, которые строят графы вызовов, и Suria Trace, которая выводит, какие функции вызывались из этой функции и так рекурсивно. Также их модификаторы. Следующий инструмент Sleaser – это статический анализатор кода, написанный на питоне. В нем есть 36 детекторов уязвимостей, причем эти детекторы можно написать самостоятельно, потому что для этого существует API на питоне. Также 15 принтеров. Принтеры – это практически то же самое, что у Suria предыдущего инструмента, только они намного шире, я бы сказала, также строят графы и выводят какую-то обобщенную информацию для понимания логики. А что удобно, инструмент Sleaser можно использовать для проекта Truffle сразу, не для каждого файла отдельно. Вот после запуска Sleaser для проекта Truffle ERC 1400 получили вот такой граф вызовов, он даже не поместился полностью. Но и при этом детекторы даже нашли некоторые слабые места, например, неинициализированные переменные. Следующий инструмент Nitril является очень сложным в пользовании, то есть нужно для того, чтобы его запустить на какой-то контракт или на проект, потратить несколько часов, чтобы настроить все его аргументы правильно, чтобы он работал на небесконечности или вообще чтобы начал работать. Удобнее его ставить из докера, и у него также существует множество модулей. Но для контрактов STO я считаю логичным использовать AdderTiff, то есть модуль AdderTiff, который проверяет, не переводятся ли токены каким-либо аккаунтом, кроме владельца этого контракта. External Calls также модуль, который проверяет, логику внешних вызовов и Multiple Sense, который проверяет, не осуществляется ли несколько переводов в рамках одной транзакции. Также рекомендуется устанавливать флаги MaxDeb, то есть задавать глубину исследования контракта для того, чтобы сократить его время. И вот я привела две ссылки на статьи русскоязычные, в которых очень четко разбирается, как подготовить смарт-контракт к аудиту. И также о Mitril очень подробно расписывается процесс аудита. Mitril можно, кстати, использовать в качестве плагина для Truffle, потому что в предыдущем слайде я использовала флаг Truffle, но он уже является deprecated, поэтому рекомендуется использовать плагин. Для этого нужно в конфигурационном файле Truffle.config просто добавить название этого плагина и запустить Truffle.run.verify. Инструмент MontyCore – это инструмент, который использует символьное выполнение для анализа контрактов. Тоже его удобно оставить из докера. Нужно обязательно устанавливать лимит транзакций, лимит циклов и исключать те детекторы, которые заведомо не найдут ничего в вашем контракте. Например, для контрактов STO можно исключить спокойно детектор Suicidal, потому что в нем нет функционала самоуничтожения. Для того, чтобы фазить контракты, необходимо сначала их подготовить. Для этого фазер Ехидна позволяет определять для функций инвариантов, какой последовательностью вызовов других функций эти инварианты могут измениться. То есть мы пишем отдельные функции, возвращаемые значения которых должно быть либо True, либо False. И мы считаем, что после выполнения любых функций они будут возвращать одно и то же значение. Такие функции должны начинаться со слов Ехидна, и их лучше писать в другом контракте, наследуемым, чтобы не мешать с основным. И после этого Ехидна выполняет около 10 тысяч транзакций для того, чтобы определить, изменяется ли инвариант. Если да, то значит что-то вы нашли. Ну и, конечно, никакие инструменты не заменят аудитору ручной поиск уязвимостей, потому что сейчас разработчики уже знакомы с основными их типами, и очень простые уязвимости вряд ли могут найтись автоматизированными средствами. А вот при ручном поиске, конечно, всегда находятся какие-то моменты. Я бы хотела обратить внимание на такие аспекты, как на следующие аспекты нужно обращать внимание при аудите, на внешние вызовы, на то, как расходуется газ, чтобы не было отказа в обслуживании. Нужно обращать внимание обязательно на контроль доступа, на то, как переводятся токены, на генерацию случайных чисел. Нужно обязательно помнить, что все транзакции не исполняются сразу же, мгновенно, а сначала копятся в пуле транзакций, и поэтому могут перемешаться. То есть какая-то другая транзакция может исполниться раньше вашей. Необходимо также быть внимательным с циклами, потому что они расходуют очень много газа, и также точно знать, что хранится в хранилище, потому что, во-первых, это дорогое хранение, а во-вторых, могут перезаписываться данные, которые там хранятся. Но я расскажу об этом в следующих слайдах. Сейчас хотела бы рассказать конкретно паттерны, таких моментов, на которые нужно обращать уязвимости. Вот первый паттерн – это цикли, получается, к каждому выигравшему отправляется 10 токенов, но при этом если будет выигравших очень много, то за одну транзакцию исчерпается весь лимит газа, который необходим для ее исполнения. Поэтому никто из выигравших не получит свои выигрыши, и получается, что это действительно отказ в обслуживании. В следующем примере здесь типичная уязвимость реентранси, при которой эта функция обращается к другому контракту, который может своей fallback функции вызвать новую эту же транзакцию для того, чтобы получить еще раз средства. При этом это получится сделать, потому что баланс пользователя еще не обнулился, и он обнуляется только в последней строке. В примере с контролем доступа здесь очень важный момент, что обязательно нужно указывать модификаторы видимости для функции. Здесь для функции sendWinnings не использован модификатор private, поэтому любой человек может ее вызвать, любой аккаунт. И вот эта функция withdraw winnings, она по сути бесполезна. Она проверяет то, что вызывающий аккаунт имеет последние 8 байт нули, и после этого только отправляет выигрыш. Но в принципе любой аккаунт может вызвать сразу эту функцию, которая отправляет выигрыш. Следующий пример с трансферами заключается в том, что здесь реализована функция трансфер в токене, но по стандарту ERC-20, если у аккаунта не хватает средств на перевод токенов, то должно вызываться исключение. А в данном случае здесь просто возвращается false. И, естественно, для смарт-контрактов Estio такое решение тоже неверно, обязательно должно вызываться исключением. В блокчейне очень сложно генерировать случайные числа. И здесь я показала два примера, как это делать не нужно, нельзя использовать в качестве энтропии такие аргументы данной блока, как его хэш или сложность, потому что все эти данные могут регулироваться майнером и случайные числа окажутся неслучайными. Следующий момент – это фронтранинг атака. Как я говорила, все транзакции изначально копятся в пули транзакций, после этого майнеры их выбирают оттуда и составляют в блоке. В данном примере здесь как бы такое соревнование или конкурс, в котором нужно подобрать значение, хэш которого равен заранее заданному числу. И, например, какой-то аккаунт подобрал это значение, отправил транзакцию в пул транзакций, и какой-то нечестный аккаунт решил посмотреть, какое же решение нашел другой человек, и просто отправил такую же транзакцию, но с большей комиссией, чтобы майнер, скорее всего, раньше добавил в блок его транзакцию, нежели честного игрока. Здесь, опять же, про то, что нельзя в цикле, у которого не ограничен лимит, выполнять какие-то функции, потому что, скорее всего, газ, который выделен на транзакцию, он превысит лимит, и тогда транзакция не будет исполнена. Последний паттерн показывает то, что в хранилище значения могут изменяться как бы неоднозначно. Здесь изначально инициализируется переменная unlocked, и по архитектуре EVM она помещается в нулевую ячейку хранилища. А далее инициализируется структура new record. Причем функция, точнее, даже не инициализируется, она объявляется, а инициализируется позже. И при объявлении она тоже указывает на нулевой адрес хранилища, и когда атрибуту name присваивается значение, то переменная unlocked также изменяется, потому что в этой ячейке нулевой будет храниться значение name. Вот такие паттерны, которые стоит обратить внимание. Я рекомендую следующие best practices, так называемые, add consensus, на которые нужно обращать внимание при аудите. Там собрано очень большое свод знаний и различные чек-листы также, которыми можно пользоваться при аудите, и также паттерны. На этом все. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok